Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Константин Жук и сегодня мы с вами будем готовить тарт. Нет, не торт, а именно тарт. Типичный для французской кухни открытый пирог из слоеного теста. В качестве начинки я буду использовать лисички и брюссельскую капусту, поэтому блюдо получится достаточно легким. Тарт может быть как закусочным, так и десертным блюдом. А когда тарт только появился, его готовили без всяких форм. Остатки теста раскатывали, выкладывали начинку, ну то, что осталось после вчерашней трапезы, и запекали. Кстати, с приготовления теста сейчас и начнем. В большую миску всыпаю муку. Добавляю сливочное масло и растираю. До образования крошек. Делать это нужно достаточно быстро, чтобы масло не растаяло. Вбиваю одно яйцо. И замешиваю тесто. Как правило, в тесто для открытых пирогов соль не добавляется, потому что начинка и так соленая. А теперь тесто нужно положить в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник на несколько минут, для того, чтобы оно охладилось. А теперь давайте займемся приготовлением начинки. В большую миску разбиваю 2 яйца. Добавляю порезанные маринованные огурцы. Теперь мелко порублю белую часть лука-порея и укроп. Добавляю все это в миску с начинкой. Добавляю лисички. Я использую замороженные, но если вы купите свежие, то их будет нужно предварительно отварить минут 5. Все приправляю горчицей, соком лимона. И добавляю хорошую порцию майонеза московский провансаль постой. Все как следует перемешиваю. Вот так. Забыл добавить чеснок. Пару зубчиков порублю. Вот так. Начинка готова. Отставляю ее в сторону и возвращаюсь к тесту. Достаю его из холодильника, присыпаю стол мукой и раскатываю тесто в достаточно широкий, тонкий пласт. Придавливаю его сначала вот так к ладонью, для того, чтобы потом было удобнее раскатывать скалкой. С шаром это делать не очень сподручно. Ничего страшного в том, что края такие неровные. Я их потом все равно буду отрезать, когда выложу тесто в форму. Ну вот, а теперь выкладываю. Для того, чтобы удобнее это было сделать, легче было его перенести. И вот таким образом. Кладываю в форму. Придавливаю. Распределяю по... Вот так. А теперь излишки теста на краях нужно обрезать ножницами или просто вот таким образом оборвать. Теперь в тесте нужно проделать проколы для того, чтобы дно его не вздувалось во время выпекания. Ну и быстрее пропеклось. Выкладываю начинку. И произвольно вот таким образом втыкаю кочаны брюссельской капусты. И не пугайтесь того, что в тарт я кладу сырую брюссельскую капусту. Пирог будет запекаться 45 минут. За это время любая капуста приготовится и станет мягкой. Присыпаю натертым сыром. И убираю в духовку, предварительно разогретую до 160 градусов на 45 минут. Придуманное на юге Франции, это блюдо напоминает о лете, вкусной еде, пикниках, путешествиях и о приятном времяпрепровождении. Давайте пригласим друзей и повеселимся на славу. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!